Всем привет! Вы на канале Жить Краснодаре. Знакомьтесь, это Маша. Они недавно переехали из Омска. Наши подписчики. Маша в этом году закончила школу в Омске и поступила здесь в мединститут. Маш, ну расскажи, что, как это всё происходит? Погромче только. Хорошо. Большая часть, конечно, это всё дистанционно делается. И даже если вы в Краснодаре и в Омске, неважно из какого города, институт принимает только дистанционные документы. То есть нужно отсканировать паспорт, там аттестат. Там на сайте, когда заходит, нужно... Ну там все указаны документы. Там просто из списка то, что нужно. Нужно отсканировать, отправить им и ждать ответа. И уж тогда, потом, когда они ответят, следить за тем, какой вы по списку, какие у вас там баллы, продвижения, проходите вы или нет. Ну, насколько сложно. Вот смотрите, что Маша сейчас покажет. Маша, ну покажи. Вы видели когда-нибудь золотую медаль? А я никогда не видела. Маша школу закончила золотой медалью. Представляете? Поздравляю, Маша. Поздравляйте, Маша. Я первый раз вижу человека, который закончил школу с золотой медалью. Ну вот смотри, получается, у тебя сколько было баллов? Вот расскажи, куда ты хотела поступить? Получилось ли у тебя поступить вообще? У меня 228 баллов, но с медалью еще добавляют в этот университет 5 баллов. Получилось 233. Я, ну как сказать, по большей части всегда хотела быть поближе к медицине, поэтому рассматривала медицинские университеты, и в Омске тоже, но по большей части в Краснодаре. И как бы я изучала, заходила на сайт, смотрела, что нужно делать, что, ну как сказать, какие предметы нужно сдавать, на какие баллы, потому что там все это в каждом университете по-своему. Ну, допустим, в этом, в Кубанском медицинском университете нужно, чтобы у вас была химия сдана на 45, биология на 50, это минимальные баллы, и русский на 55. Ну можно и больше. Ну ты хотела на один факультет, но не получилось, да? Да, я хотела на лечебный факультет, всего там, получается, ну точно сейчас не скажу, я просто назову это лечебный факультет, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический и формация. Получается 5 всего факультетов. Я хотела на лечебный, формацию и медико-профилактический. Но на лечебный очень много людей идет, очень много. То есть тебе даже с золотой медалью не получится? Даже, да, с медалью у меня не получится, потому что там есть те олимпиадники, которые, допустим, писали олимпиады, и у них больше преимуществ, чем у простых людей, которые не писали олимпиады, на базе этого университета. А сколько вообще там человек на место? Большой конкурс вообще? На лечебном факультете 30 человек, это кто идёт просто на общий конкурс, не целевой, а не квота, там отдельная. Всего 500 человек берут, но это с платными вместе. А так 30, если просто кто, у кого просто сдаются ЕГЭ и всё. Ну, в общем, у тебя не получилось, ты решила, что? Я решила подать второе согласие на медико-профилактический, потому что так, ну, туда не очень много людей подают, и в основном, если подают, то только те, кто не смог пройти там в другие факультеты. И так получилось, что я была вот шестая, вот почти вот на грани на самой. Я уже обрадовалась, потому что как бы время приёма документов закончилось, но их же ещё не все, возможно, проверили. Получается, на следующий день я открываю, смотрю, я уже седьмая, как бы там всего шесть бюджетных мест. Я немножко, так скажем, обалдела, но позвонила, потому что можно приёмную комиссию звонить, они всегда отвечают, то есть мобильные очень. И я позвонила, спросила, есть ли у них ещё бюджетные места, так как бывает так, что не все приходят на целевой или на квоту, а остаются ещё места. Мне сказали, да, ещё есть три места, и вот так вот я и прошла. Ты будешь бесплатно всё учиться? Да, я буду бесплатно. Вот смотри, это получается Носедина, да, в этот университет? Да, на улице Митрофана Седина. Ну, он близко тут к Еблановскому, но всё равно очень сложно будет добираться. Ну, мы когда с мамой выбирались в город, чтобы посмотреть, как он далеко, близко. Честно, вот если дойти до трамвайных путей и сесть на него, на любом трамвай, на втором, на четвёртом, можно доехать просто вот четыре остановки, и мы уже приехали. Ты решила всё равно жить в общежитии, да? Да, я хочу жить в общежитии, так как, ну, в центре города, и будет удобнее добираться, потому что больше транспорта ходит. Ну, Маша, получается, ты оставила ту прописку, да, ты в Омске ещё как бы прописана, вот, а здесь, как считаешься, как иногородные, да? Да. То только при этом условии, да, дадут? Да. Да. А за общежитию не знаешь, сколько платить будешь? Пока ещё не знаю об этом, об этом нам потом будут сообщаться, пока ещё информации нет. Угу, угу, понятно. Ну, что ещё, как ты думаешь, если бы ты смотрела, что бы тебя ещё интересовало? В университетах? Да. Ну, я ещё рассматривала здесь аграрный, но так как я не сдавала профильную математику, меня бы туда всё равно не взяли, но мне кажется, очень хороший университет. Да? В сельхозакадемия, или как он называется? Ну, да. А ты там на кого бы, ну, если бы ты туда поступала, на кого бы училась? Ну, может быть, селекционер. Да. Ну, понятно. Ну, в общем, да, всё, что связано с биологией, да? Да, биологией, с генетикой. Понятно. Ну, Маша ещё, помнишь, ты мне рассказывала, что ты сейчас хочешь хорошо учиться и попробовать всё-таки на лечебной, да, перевестись? Есть такая, вообще ты не узнавала, есть такая возможность? Такая возможность есть после первого семестра. То есть, если учиться хорошо и потом прийти в определённый момент, там, дату устанавливаться, то нужно с деканом разговаривать. То есть, у них спрашивают, и они говорят, что вот, вы можете прийти на аттестацию, то есть нужно будет сдавать предметы, которые я, возможно, не изучала, там, допустим, анатомия или ещё чего-то, которые нужны будут на лечебном факультете. Ну, это после первого, да? Это после первого семестра. Семестра. Ну, это три месяца, да? Да. И уже будет понятно, да? Где ты будешь дальше учиться? Ну, понятно. Меня недавно добавили в группу, я уже начала общаться с, ну, можно сказать, одногруппниками, и мне кажется, я, наверное, никуда не буду переводиться, потому что очень здорово. Что, классно, да? Да, вообще. Ой, слушай, ну, вообще, я очень за тебя рада. Надеюсь, ты так же будешь хорошо учиться. И главное, чтобы друзья были рады, что это очень важно, вот эта студенческая жизнь. Очень-очень тебе по-доброму завидую. Ну, всё, поздравляйте, друзья, Машу с тем, что она стала студенткой, с тем, что у неё золотая виталь. Всё, спасибо тебе, Маша, большое. Да. Да.